Сегодня утром на улицах Москвы появились танки и бронетранспортеры. Техника двигалась к центру Москвы. Армия действовала сегодня в Москве быстро. И буквально за час-полтора танки, бронетранспортеры, БМП и другая военная техника прочно обосновались вокруг Кремля. На Манежной, у Большого театра, Моссовета, Верховного Совета России и на важнейших магистралях города. Мы, конечно, не претендуем на отражение всей полноты картины, сложившейся в Москве. Но даже то, что вы увидите в этом репортаже, кажется, передает главные краски сегодняшнего тревожного дня в столице. Как нам показалось, солдаты, заняв предписанные им позиции, перевели свои действия в режим ожидания. А тем временем людские волны все наплывали и наплывали. Началась безсрочная забастовка. Забастовка политического протеста. И они образовывали стихийные водовороты со всплесками эмоций и страстными призывами, главное из которых отстоять демократию. Никаких панических или провокационных действий мы сегодня не заметили с обеих сторон. Тебя сейчас приказ, что ты будешь стрелять. Не буду я стрелять. Пока нет у меня патронов. Ну зачем танки в Москве? Мы, солдат, не дадим в обиду. Не дадим в обиду, солдат, никого. Не дай Боже. Мы смотрим тут, чтобы не было провокации никакой. Подобные диалоги шли везде. Но не везде гладко, конечно. Не каждый день приходится москвичам видеть танки под окнами. Однако, кажется, стороны понимали друг друга. И мороженые солдаты ели, которые приносили москвичи, и хлеб. И все же, и все же с занятых позиций не уходили. А к середине дня стало уже известно, что Борис Николаевич Ельцин подписал указ, в котором квалифицировал действия комитета по чрезвычайному положению государственным переворотом. Президент призвал обеспечить возможность Горбачеву выступить перед народом. Он сейчас, как он сказал, заперт на даче в Фаросе. Созвать чрезвычайный съезд народных депутатов Союза. Ну и всем принять участие в всеобщей политической забастовке.